Меня зовут Скворцов Юрий, я представляю компанию Росбанк. И в первую очередь я хочу поблагодарить за приглашение на такую прекрасную площадку. Сегодня я хочу рассказать о крайне редко используемом инструменте и, собственно, поделиться вообще, зачем про него вспоминать и в чем от него может быть польза. Я уже 5 лет в тестировании, и как-то все эти 5 лет я постоянно решаю какие-то нестандартные проблемы в автоматизации, поэтому, с одной стороны, всегда есть чем поделиться, а с другой стороны, очень часто, когда я что-то рассказываю, я вижу такие удивленные глаза в плане того, а зачем вообще, и как ты на это натолкнулся. Сейчас я работаю в сервисной команде, которая как раз помогает справляться с какими-то нестандартными ситуациями, и поехали. А вообще, что такое Sikuli? О чем речь? Для тех, кто не слышал. Это инструмент автоматизации и тестирования, который построен на максимально нестандартном принципе, на том, что мы распознаем изображение, распознаем текст на экране. То есть, по сути, мы работаем с приложением, как с картинкой, и видим просто элементы на нем, как какие-то фрагменты изображения. Соответственно, что для этого нужно? Под капотом лежит OpenCV, это одна из самых популярных библиотек для распознавания изображений. TES4J, опять-таки, популярная либа, которая позволяет настроить распознавание текста, и робот, который позволяет, собственно, как-то взаимодействовать с этим. Все выглядит просто, красиво, нейросетки, популярно. И действительно, у такого подхода куча преимуществ. Начать стоит с того, что, когда у нас есть какое-то тестировое приложение, мы каждый раз начинаем с вопроса о том, как оно устроено. То есть, что под капотом, как выглядят элементы, насколько они хорошо отдают какие-то данные, как нам их модифицировать, потому что данные, например, могут лежать в чистом виде, а отображаться с какой-то маской. Когда мы их вытаскиваем, у нас эта маска то ли есть, то ли нет и так далее. Здесь все просто. То, как мы это видим, так это будет видеть сам наш тестирующий инструмент. Второй момент, он относится, в первую очередь, к десктопу, что почти все десктопные решения требуют того, чтобы вы поставили какой-то инструмент, например, какой-нибудь RF-T. Очень часто это именно коробочные решения, то есть вы еще и вынуждены работать с их средней разработки, что не всегда удобно, если у вас несколько систем, которые вы тестируете, и, например, вам нужно, помимо того, чтобы тестировать тест-топ, еще полазить по вебу. А какой-нибудь RF-T предлагает для этого крайне неудобные механизмы. Про открытость, бесплатность и так далее, мне, конечно, все понятно. Еще один маленький тейк по поводу черного ящика, что почти все тестирование, почти все инструменты автоматизации, они построены на том, что мы получаем какую-то внутрянку из приложения. Через его API-шку, через API операционной системы. И, соответственно, то, что мы верим, что элемент такой, условно говоря, есть, что у него действительно такой текст, на самом деле не гарантирует, что он есть. Элемент может быть полностью прозрачным, элемент может быть за пределами экрана, элемент может быть недостижимым в каком-нибудь комбо-боксе, у нас может быть 10 тысяч элементов, но селение вам спокойно справится в нем кликнуть, нажать, выбрать и так далее. Потому что в реальности мы на него не доскроллим, а, условно говоря, прискролли до 200-го, наша система крашнется. Секунду. Но очень часто по поводу секули, по поводу распознавания изображений можно услышать мнение, что это просто не может работать. Почему? Давайте разберем основные такие очевидные минусы, которые выглядят прям вот неоспоримо. Медленно. Ну, то есть мы говорим о распознавании изображений. Это же гораздо больше работает, чем вытащить по API данные. То есть мы предполагаем, что поиск элемента будет занимать там огромное время. Ненадежно. Но распознавание значит, что у нас есть какой-то процент совпадения. Раз у нас есть процент совпадения, значит, есть вероятность, что у нас процент будет чуть ниже или чуть выше. То есть либо мы найдем не то, что нужно, либо наоборот найдем то, что есть. Сложно. Под капотом нейросетки. Модифицировать сложно, как работает непонятно. И даже малейший бах исправить будет крайне сложно. Ну и самый главный страх нефункционально. То есть, ну хорошо, кнопки мы, допустим, найдем, покликаем. Но как быть со сложными элементами, например, с таблицами? Да, то есть мы же не можем там запихнуть всю таблицу, мы не знаем, какие в ней данные. Как читать текст? Все это выглядит как такие непреодолимые барьеры, и поэтому на этом часто отваливаются, в общем, большая часть тех, кто вообще задумывается про секули. Давайте, прежде чем ответим на эти вопросы, посмотрим, как вообще выглядит в таблицах это стоп-приложение обычно. Ну вот, смотрите, есть какое-то приложение. Это генератор пользователей для лоадраннера. Вон есть реальный элемент, и есть его отображение в инспекторе. Работать с этим удобно. Действительно, по пишке получили, можем взаимодействовать, можем выбрать нужный элемент. Прекрасно. И, собственно, именно так работает большинство популярных решений. Уже упоминавшись там, где RFT, UFT, Renarex, TestComplete, бесплатный VNAP-драйвер и еще куча всего. А что, если у нас ситуация выглядит вот так? Элемент есть, а в инспекторе ничего нет. Почему? Все очень просто. Это окошко идеи, идея написана на Java, под капотом Java Framework, и, соответственно, UI Automation, на базе которого работает инспектор, просто ничего про это не знает. А с его точки зрения, это просто какое-то окно. То есть все, что происходит внутри, оно обрабатывается внутренними обработчиками, а наверх торчит только картинка. В целом, это не является непреодолимой проблемой. Есть решения, например, UFT, которые умеют встраивать свой Java-агент и через него видеть подобные штуки. Потом, правда, заколебетесь вытаскивать оттуда из-за этих самых хуки. И когда вы попытаетесь запустить что-нибудь на Java, вы выяснится, что у вас Java страшно тормозит, потому что UFT подпихивает свои агенты. А вычищать их-то еще радость. А что, если это выглядит вот так? Реальный элемент, элемента в инспекторе нет, только вот здесь у нас нет уже никакой подсказки. Это не Java, это какая-то кастомная библиотека, и для нее просто нет средств распознавания. Кто-то на коленке наваял какой-то UI-чек, сделал какие-то формочки, и, собственно, ни одно из популярных решений нам здесь не поможет. В целом, решение очевидно, можно использовать либо робота, либо забить. Ну что ж, когда мы выяснили, что у нас таких приложений в банке много, а связано это с тем, что у нас очень много Legacy, есть зеленый терминал, который тоже криво распознается, распознается только по ID-шникам, и это не сильно-то помогает. Есть всякие замечательные штуки типа CFT. Мы поняли, что, ну, обычные инструменты не тянут. Долго обсуждали, и все-таки решили взглянуть, а что же такое секули? Давайте пройдусь еще по одному такому масштабному страху, что когда, если кто-то слышал, то первое, что вспоминается, это что-то вот такое. Понять, что здесь происходит просто невозможно, писать-то кажется ужасным, плюс это какая-то кастомная IDE секули.x, которая, опять-таки, накладывает на нас кучу ограничений. Нам тесты непонятные, невзрачные, и, ну, так писать не хочется. Так, что делаем? Как всегда, если нам что-то не нравится, что-то некрасиво, пишем все заново. Итак, мюнексовая реклама. На самом деле у нас есть большой внутриманковский фрейворк, называется он Fluidiant. Это такой мультитул, который умеет автоматизировать все. И мы решили, что мы не будем писать заново всю логику под секули, а дальше думать, как бы в нее встроить все остальное. Мы попробуем ее привязать к тому, что у нас уже есть. А что у нас было? У нас все это BDD-подход, то есть у нас есть геркин-шаги, которые, ну, как бы они геркин-шаги, но мы понимаем, что BDD – это про разработку, это про то, что сначала надо написать фичу, потом разработать, и потом только по этой фиче тестить. В нашем случае мы используем геркин, просто как удобное API. Мы предоставляем сразу готовую библиотеку шагов, у нас есть элементы, которые сами определяют, как взаимодействовать с тестируемым приложением, и у нас есть пейдж-обжекты, такие расширенные, мы их называем моделями, потому что в них можно прокидывать больше данных. Давайте приведу пример, как это выглядит на примере веба. Вот наша страничка. Вот здесь, в принципе, все вроде бы обычно, find-by, iSelect, то есть мы указываем, получается, тип элемента, указываем, имеем возможность использовать блоки, у нас есть у каждого элемента внешнее имя, и у нас есть возможность прокидывать дополнительные свойства, как в самом низу, когда мы в iSelect пробрасываем возможность получения внутренних опций, для того, чтобы не писать новый класс на каждый select, а просто пробросить ему путь до положения. Хорошо. Что такое умные элементы? Умные элементы — это именно элементы, которые сам описывают, как взаимодействовать. То есть у нас есть некий интерфейс, я умею кликать, и, соответственно, элемент сам должен этот интерфейс реализовать и определить, как именно он будет кликать. Шаги и вообще вся внутренняя логика фреймворка построена на том, что мы это делегируем именно элементу. Никто больше ничего не знает ни про веб-элементы, ни про что-то еще, только сам элемент. Соответственно, для фреймворка совершенно не важно, что внутри. Это может быть секуличный элемент, вебовский, мобильный и так далее. Соответственно, каждый элемент должен реализовывать базовый интерфейс, через который мы с ним будем работать. У него есть возможность указать, какой внутренний элемент через generic. И, собственно говоря, есть методы, которые реализуют взаимодействие. Примерно так выглядит обычно у нас структура. То есть есть простые элементы. Простые – это те, которые не требуют дополнительной метаинформации. И сложные. То есть те, для которых нужно через модели прокидывать данные о вложениях, о том, есть хедеры или нет хедеров для таблиц, о том, как устроены PG, алерты и так далее. В Secule получилось немножко не так. Мы взяли за основу элемент регион. Регион – это то, что является результатом нахождения. То есть когда Secule находит элемент, он возвращается как регион. Регион сам по себе умеет кликать. У него есть что-то типа метода получения текста, но относительно сложного. Что мы сделали? Мы ровно так же обернули, то есть сделали умный элемент. У него ровно так же имплементация UI-кликабл. В нем через Generic покидывается Secule и реализация взаимодействия. Получение текста уже получается более сложным, потому что для получения текста нужны дополнительные данные. OCR – это настройки для распознавания текста. Они могут быть разными внутри одного приложения. Если у вас тексты, шрифты не одинаковые, и поэтому необходимо иметь возможность постоянно их прокидывать. Плюс есть особенности с отступами, потому что если у нас, например, захватилось все текстовое поле, его края будут восприниматься как восклицательные знаки или какие-нибудь точки с запятыми и прочая радость. В итоге получилось, что простой элемент – это только кнопка. Для всех остальных нужна дополнительная информация. Так, что еще нужно? Нужны стратегии поиска. Потому что искать все по конкретным картинкам, пропикивать их в файлы – это невозможно. Значит, что мы сделали? Поиск по прямому совпадению. Эта самая редкая штука нужна для того, чтобы искать какие-нибудь иконки. Ну, иконка, она и в Африке иконка. То есть она будет везде одинаковая. Но в целом это почти неиспользуемо. Хорошо. Если не иконки, ну, в смысле, не прямое, то что? У Secule есть встроенный механизм частичного совпадения. Вы берете картинку, просто вырезаете часть текста, ну, или часть содержимого, и он ищет по этому шаблону. Где удобно? Например, для кнопок. Почему? Потому что вы просто берете кнопку, вырезаете у нее текст, и после этого вы можете работать с этой кнопкой многожды. То есть у вас получается универсальный локатор для кнопок. Ну, как сказать универсальный? Есть проблема, что если кнопка будет чуть шире, чуть выше, то это уже не сработает. Поэтому появился поиск по сторонам. Левый, правый. Соответственно, нам уже не важно тогда, какого размера эта кнопка. Мы просто захватываем левый кусочек кнопки, правый кусочек кнопки, и просто игнорируем содержимое. И, наконец, поиск по углам. Левый верхний, правый нижний. То есть мы, если у нас кнопка еще и может растягиваться по высоте, мы можем захватить у нее только углы, и тогда нам будет все равно. Она может становиться шире, выше. Это не будет иметь принципиального значения, потому что мы нашли углы, и можем зафиксировать весь регион внутри. Помимо этого есть еще спецификатор. Спецификатор — это дополнительная информация для локатора. Их, собственно, два. Это родительский регион, поиск внутри контекста, и индекс среди подобных. То есть поскольку мы говорим сейчас, в первую очередь, про десктоп, в десктопе функционал более-менее стабильный, и, соответственно, если у нас кнопок три, скорее всего, их и дальше будет три. Поэтому зачастую поиск по индексу нам будет достаточно. Как это в итоге выглядит на страницах? Значит, что мы сделали? У нас есть кнопки. Вот есть для нее пример прямого поиска. Это иконка, поэтому... Ну, с иконкой уже, как я сказал, ничего не сделать. Вот. Мы пропихиваем ее в FindBuy просто как указатель на текст, указываем коэффициент подобия, и на этом как бы наша работа с кнопкой закончена. Есть вариант более сложный с пропихиванием углов, но, тем не менее, получается, что описание почти похоже на то, как это было для веб-элементов. У нас уже нет никаких прямых картинок. Самое главное — у нас появляется что-то типа классов поиска. То есть нижний вариант — это поиск кнопок более-менее универсальных. И по нему можно найти не одну кнопку, а все кнопки, которые нужны. Поля, соответственно, в целом примерно так же. Но, как я уже сказал, здесь для полей приходится указывать padding. Потому что padding — это отступление от края, чтобы как раз-таки избежать вот этого попадания лишнего текста, который у нас есть внутри региона. Здесь сразу оговорюсь. Паддинг указывается впрямую по координатам. Но дело в том, что вообще наш метод пригоден только для того, чтобы тестировать на одном и том же разрешении экрана. Поэтому в целом координаты — это плохо, но вот такие прямые отступы — это такое меньшее зло. То есть лучше бы обойтись без них, но иногда без этого невозможно. И отключение проверки текста. То есть из-за того, что Secule кажется немножко ненадежным, мы вкрутили принудительную проверку текста после каждого ввода. Иногда, если в поле есть маски, или если поле плохо распространяется, приходится отключать эту проверку, но это немножко нестандартное решение. И внизу, соответственно, вариант без таких расширений, более простой. Чекбоксы. С чекбоксами получается забавно. Мы привыкли к тому, что чекбокс — это такой элемент, у которого можно получить состояние true или false. Проблема в том, что с точки зрения Secule никакого чекбокса не существует, и вообще это два разных элемента. По сути, так они и описываются. У нас есть неотмеченный чекбокс и отмеченный чекбокс. Соответственно, для чекбокса мы просто указываем оба варианта и указываем parent, то есть в каком контексте мы его ищем. Соответственно, если внутри контекста можно найти неотмеченный чекбокс, состояние false. Если мы можем найти отмеченный, значит true. Значит, выпадающие списки. Выпадающие списки. Вот здесь начинается некоторая боль. То есть как бы, а как быть с сложными элементами? С простыми все понятно. А что делать с вот этими динамическими списками, у которых мы не знаем ни про состояние, ни про размер, они могут уходить там за границей экрана и так далее. Что здесь есть? Ну, опять-таки, паттерны поиска. С ними все понятно. А на что еще здесь хочу обратить внимание? Здесь есть высота опций. Это такая страхующая штука. Она на самом деле почти не используется при работе с компобоксом, за исключением случаев, когда компобокс уходит за нижнюю границу. Чтобы определить, что нам нужно проскроллить еще вниз, а не просто закончить поиск, нужна вот эта высота, чтобы просто понимать, что элемент еще не закончился, что нужно прокрутить ниже, и тогда мы сможем получить следующий набор значений. Иначе нижний элемент просто не распознается, даже если он последний, и, соответственно, не получится извлечь из него текст. И если это был наш элемент, мы просто его пропустим. И, соответственно, еще здесь требуется указание паттерна для найденного, для уже выделенного компобокса, потому что синяя рамка портит наше распознавание. Таблички. С табличками, на самом деле, немножко проще. Единственное, что паттернов оказывается прям очень много, и здесь можно увидеть, что прям вот огромное количество этих текстовичков. Почему так? Потому что ячейки, они все время делают что-то неприятное. У нас может быть состояние, что в таблице ничего не выделено. Это одно состояние. У нас может быть выделена ячейка, тогда у нас будет вот этот уголок. У нас может быть ячейка как бы откликана, тогда вокруг нее может быть такая фокусировочная рамочка, а само выделение может уже стоять на другой. И так далее. Соответственно, приходится учитывать все эти варианты, плюс еще возможное состояние, если у нас есть хедеры, они могут выглядеть немножко по-другому. Поэтому паттернов получается много, но при этом таблица распознается более чем полностью, то есть с этим мы справляемся найти нужную ячейку, получить из нее текст, кликнуть и так далее. У нас больше сотни шагов для таблиц, и в общем все эти шаги работают просто с этим описанием, то есть без какого-либо дополнительного кода вокруг хватает просто обнаружения и, соответственно, взаимодействия с регионами. Значит, давайте проведу пример, как вообще автоматизируется на Secule с использованием нашего решения. То есть вот есть формочка, которую я уже показывал. Давайте посмотрим, напишем для нее небольшой сценарий. Как я уже сказал, мы используем GERKIN, у нас атомарные шаги, соответственно, у нас используются простые общие шаги, открывается страница, заполняются поля, нажимаем кнопку OK, поскольку у нас будут неверные значения, то у нас вылетит ошибка, и мы хотим проверить, что в ошибке текст равен ключ не найден, и примем это уведомление. Плюс используем тестовые данные. Но это так, радости фрейгбор. Разбираем приложение. Что у нас есть? У нас есть поля. Две штуки. Есть поле еще внизу, переспрашивать через сколько-то минут. Его не получилось привязать к остальным, потому что, как я уже сказал, мы фиксируем край рамки, сейчас покажу на примере, но из-за того, что очень близко к кнопке, получается, что не хватает вот этого распознавания, то есть здесь очень сложно так это поймать, чтобы оно нормально распознавалось, но при этом, чтобы мы не находили вот эту кнопку, чтобы эта кнопка нам не мешала. Поэтому мы просто написали другой локатор под зажатое поле. И, соответственно, у нас будет универсальный локатор для кнопок. Значит, универсальный локатор полей. Вот здесь, на самом деле, немножко сложно понять, что здесь произошло. То есть смотрите, вот поле, возьмем поле, которое введите пароль. Мы просто зафиксировали у него маленькие краи рамки, правые краи рамки. Взяли совсем, вот буквально там пара миллиметров, то есть чтобы нам не мешал курсор, там получается вот по сути нам нужна только вот самый край белого текста или белого поля. И эта штука, она подойдет нам для обоих полей. Универсальный локатор для кнопок. Он побольше, но опять-таки мы здесь просто вырезали текст. Чем больше у нас изображение, тем, в принципе, легче будет его найти. Поэтому мы вырезали именно тот текст, который есть у кнопки отмена. Соответственно, этот локатор подойдет для обеих кнопок. Если бы приложение было больше, а не просто нам нужно было здесь проскакать, то, возможно, лучше было бы использовать ровно так же левый и правый. Локатор для зажатого поля и универсальный локатор для уведомлений. Уведомлений здесь на скрине нет, при показе покажу. Значит, как будет выглядеть при этом модель? У нас есть логин. Соответственно, вон наш паттерн. А, вон наши паттерны. Здесь используется индексация, к сожалению, потому что, как я уже сказал, в целом из-за того, что приложение стабильное, индексы нам здесь не так уж страшны, но все равно, конечно, лучше обходиться без них. В более сложных приложениях мы стараемся это поправить с помощью регионов. Вот. Наш левый и правый паттерн и коэффициент подобия. То же самое с паролем. Соответственно, индексация и коэффициент подобия. Кнопка OK. И, соответственно, внизу уже другой логатор для времени сессии. Чуть подробнее. Ну, собственно, я уже практически все рассказал. Здесь убрана проверка текста. И здесь еще есть привязка дефолтного значения. Это универсальная часть фрейма. То же самое для, получается, пароля. То есть, как я уже сказал, с помощью вот таких универсальных стратегий поиска получается привязать поиск к группам элементов, сделать его универсальным. Не то, что у нас одна картинка и один элемент, а то, что мы можем набрать некий кит, по сути, под наши тесты. И в дальнейшем пользоваться им. То есть, у нас будет там 50 картинок на приложение и все приложение будет автоматизировано с помощью этих 50 картинок. Вот. Значит, здесь обработчик тот же, дефолтное значение другое, логаторы другие. Это для времени сессии. Кнопки. Ну, здесь все совсем просто. То есть, у нас один единственный шаблон по поиску и обработчик для кнопки. Алерт. Здесь поиск по углам. Отдельно в него вкладывается сразу, где искать кнопку, где искать текст. И здесь приходится делать паддинг. Сейчас покажу, почему. Запускается все это при этом стандартно мамином. и дальше проверка уведомления. Нажали на кнопку ок, все, наш тест завершился. Наш успех. Вот. Отчет при этом выглядит, то есть, за счет того, что мы использовали наши стандартные интерфейсы и привязали это именно к нашему решению. Алилюр получается он, соответственно, базирован на Геркине, то есть, просто на тех шагах, которые уже есть. И, соответственно, если возникают ошибки, то делается скрин экрана и плюс Сикули нас немножко радует, что он может найти элемент похожий на и сказать нам, мы, возможно, ошиблись там в коэффициенте распознавания и в картинке или все совсем плохо. То есть, если вы видите, что там есть ближайший элемент с коэффициентом подобия 60, значит, все плохо, нашего элемента нет. Если есть коэффициент подобия там 88, а у нас стоит 90, возможно, мы же где-то нагосячили с шаблоном. Так, ну, кому стоит попробовать? В первую очередь, как я уже сказал, тем, кто, как и мы, сталкивается с тем, что, ну, автоматизировать просто нечем, то есть, других инструментов просто нет. Тогда стоит взглянуть, потому что инструмент не так страшен, как про него рассказывают, и в полкне может интегрироваться в нормальные современные фреймы. Те, кому, вот как же здесь, здесь пример, когда автоматизизация на самом деле была никому не нужна, эта штука, она вылезает при тестировании веба. То есть, на самом деле, там при авторизации идет запрос в криптоплагин, чтобы получить подпись для авторизованного пользователя. Отключить ее на тесте нельзя по неизвестным для меня причинам, но, значит, соответственно, это окошко, оно просто мешает. Люди сделали сначала реализацию через робота, но, если вы используете робота, то готовьтесь к тому, что вы попытались остановить тест, тест все еще, как бы, продолжает бежать, и роботом вбивает вам прямо в идею какой-нибудь чудесный текст. Но в итоге решили отказаться от робота, потому что через пять раз на шестой он падает, когда небольшие задержки, или наоборот, там, наше окошко почему-либо не появилось, и при этом невозможно понять, а что, собственно, сломалось. Ну, и еще один момент, это если у вас используется много разных приложений, в которых используются разные фреймы, у вас нет универсальной коробки, которая все это решит для вас, так это вот моментально, да, вы используете одновременно Java, .NET, и еще какую-нибудь кастомную штуку, то возможно, что тоже стоит посмотреть. Что у нас есть? У нас порядка 150 тестов, которые используют наше решение. А на три, как бы, отдельных системы, которые используют пять разных приложений. Для нас, в целом, это выглядит как вполне себе успех, то есть, тесты гоняются, они гоняются достаточно стабильно, и от валов по причине неработоспособности именно фрейма их очень мало. То есть, в основном, это действительно какие-то дефекты. инструменты не идеальны, инструменты на самом деле сложноватые в плане того, что действительно под капот лезть сложно, есть свои особенности работы, но на самом деле не так все ужасно, как об этом говорят. И в целом, я не знаю, когда я давным-давно пробовал секури, мне показалось, что он как-то очень плохо распознает, и, может быть, улучшилось распознавание, может быть, я изначально его не совсем правильно использовал. Но есть ощущение, что технология развивается, и что в перспективе лет через 10 мы можем выяснить, что этот механизм на самом деле будет более популярен и более эффективен, потому что с развитием нейросеток, с развитием технологий это становится удобно и на самом деле выглядит разумнее, когда мы не лезем вовнутри, не разбираемся с какими-то X-Puff'ами, с внутренней структурой приложения, а работаем именно с тем, что мы видим. Всем спасибо. Спасибо. Дорогие коллеги, у кого есть вопросы к Юрию, очень интересный доклад, пожалуйста. Вот, да. Еще вопрос организационный мой. Кому-нибудь может быть холодно, а то включим адскую машинку. Нет? На, посмотрите. Скажите, у вас разные критики для трех платформ? Или оттуда даже все понравилось? Ну, нет, конечно-таки критики получаются разные. То есть, условно говоря, есть три приложения, у них разные UI-киты. Понятное дело, что в одном случае у нас услугой серый фон и, допустим, белые поля, а в другом у нас черные поля и, допустим, зеленый фон. Понятное дело, что в этом случае картинки будут разные. Речь идет именно о том, что мы в рамках одного приложения можем собрать такой кит и, условно говоря, у нас будет один набор картинок на все поля этого приложения. Возможно, некорректно задал вопрос. У вас Windows, Linux и Mac? Смотрите, честно говоря, сейчас речь идет только Windows, поскольку мы тестируем именно банковские приложения, они, по большей части, крутятся на Windows. У нас есть сейчас планы по тому, чтобы поэкспериментировать с Mac'ами и с мобильными приложениями, на самом деле, потому что в мобилках мы тоже сталкиваемся с тем, что не все идеально распознается, в первую очередь это справляется с флаттером. Там групповой поиск, опять-таки, то есть, когда нам надо найти в списке счетов, какой счет, у которого валюта какая-нибудь, вот тут начинается багия. Если заранее не знать ни последовательности, ни количества. В общем, в принципе, планы поэкспериментировать есть, принципиальных проблем здесь не видно. То есть, поскольку мы говорим о том, что… То есть, как работает в общей секуле? Она получает скриншот, скриншот берется с средствами робота. Робот с лидингом работает более чем полноценно. Соответственно, дальше, после этого она сканирует картинку, находит на ней нужное изображение и дальше возвращает как бы координаты. По этим координатам выполняется взаимодействие. Соответственно, технически проблем быть не должно. У меня все. Спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Оля, и я полный профан в автотестировании доступных приложений, поэтому, если что, извиняюсь за вопрос. У нас в вебе, например, для каждого интерактивного элемента есть несколько состояний. Допустим, hovered, active, clicked и так далее. Насколько я знаю, доступных приложений тоже такое есть. И вот вопросик, проверяете вы это или нет, может быть, для вас это не важно. Если проверяете, то получается у нас условно было 50 картинок, и для каждого состояния это x2. Нет, 50 это на самом деле с учетом этих состояний, то есть речь идет о том, что да, текстовые поля могут быть продавлены, но в принципе, текстовые поля это та же самая штука. Оно может быть выделено, тогда оно имеет там синий фон, мы можем там его покинуть, возникает там в рамках с пунктиром. Вот это радость. То есть у нас специально заложено возможность указать для элемента там набора паттернов, которые используются параллельно, то есть пока не найдется один из. И 50 это именно с учетом того, что они могут находиться в разных состояниях. То есть у вас много таких однотипных элементов. Ну да, то есть речь идет именно за то, что у нас есть универсальный локатор текстового поля, который там содержит в себе состояние выделен, не выделен и состояние обычное. А у нас, честно говоря, нет проверок, связанных с этими состояниями, то есть у нас нет того, что мы там проверяем, является ли поле выделенным или нет. Поскольку все-таки у нас проверки полифункциональные, то есть проверка, что в нем лежит, или, соответственно, там взаимодействие через заполнение и проверку, что мы сюда положили. А именно проверка как бы вот конкретное состояние, ее нет. А вы это руками проверяете или просто… Это просто игнорируется, поскольку это, ну, как бы не является частью процесса, по сути. То есть для нас это… Мы не пишем этот десктоп, это коробочный… То есть в основном речь идет о коробочных решениях вендоров. Если бы мы его писали, то мы бы заставили там разрабов скомпинить это чем-то адекватным и взяли бы какую-нибудь UFT, которая у нас есть в банке. Вот. Хотя на самом деле, ну вот сейчас мы дошли до того, что мы от UFT отказались и полностью ушли на распознавалку, потому что UFT… У нас больше всего параллель, конечно, с тем, что это надо разворачивать, ставить, саму коробку. Есть проблемы с лицензиями, особенно сейчас в режиме санкций. Вот. Но понятное дело, что когда мы это начинали, это было там порядка двух лет назад, таких проблем еще не было, но все равно для нас было принципиально важно именно функциональные проверки, а не UI. Понятно, спасибо. Привет, спасибо. Меня зовут Настя, я тоже не умею в тестировании десктопа. Я вот что заметила, у вас есть такой параметр, как коэффициент подобия, если я не ошибаюсь, и он разный для разных элементов или для разного типа элементов. Вопрос, как вы его подбираете, долго ли у вас на это уходит время, то есть что сложнее, подобрать вот эти коэффициенты или картинки, то есть как примерно распределяются ресурсы. И второй вопрос, немного более конкретный, он про то поле, если я не ошибаюсь, выделенное поле, там где был… Зажато, да, где был текст и кнопочки справа-слева. Почему, например, не получится для них выбрать левую границу, вот кнопка с минусом, да, вот которая есть, правая граница, кнопка с плюсом, потому что все равно нам же нужен будет центр. В целом можно взять и их, то есть здесь никаких проблем нет, давай начнем со второго. Вопрос, спасибо за вопрос, смотри, можно взять и больше, то есть в целом можно взять с минусом, с плюсом, действительно, хуже от этого по идее не будет. Просто, ну, общий подход, использовать маленькие картинки, во-первых, это не занимает меньше веса в проекте, потому что картинки в данном случае являются частью проекта, они гитуются и так далее, поэтому лучше взять, чем меньше взять для такой стабильности, тем лучше. Вот. Так, а еще раз первый вопрос, напомни? Первый был про коэффициентоподобия. Про коэффициентоподобия. На самом деле, коэффициентоподобия это такая самая спорная штука, значит, как он находится, находится он примерно в следующем образом. По умолчанию стоит как 0,99. Причем 0,99, они на самом деле равны 100, там используется W значение, и в данном случае для Секулии нет никакой разницы. Но, как я уже сказал, когда Секулии не находит элемент, она говорит, что я нашла, условно говоря, элемент с вот таким коэффициентоподобия. То есть, она говорит, там, у тебя фейл, и, типа, нашла, там, 90%. Дальше у тебя вопрос, либо что-то делать с картинкой, либо уменьшить коэффициентоподобия. Лучше, конечно, нарезать картинки, но здесь я немножко схалтурил и использовал просто коэффициентоподобия. Из-за этого, кстати, можно обратить внимание, что как раз из-за того, что, на самом деле, лучше было бы с картинкой поработать, пришлось использовать индексы, что здесь индексы 1 и 3 для логина и пароля, потому что, видимо, видимо, он нашел еще что-то, скорее всего, речь идет про вот то поле с тремя точками, скорее всего, вот его тоже воспринял в итоге как поле из-за этого коэффициента, и поэтому приходится перескакивать с первого на третий. Спасибо. Добрый день, меня зовут Ника, компания Эффектив. Я хотела узнать, у меня два вопроса, один маленький, вы показывали, точнее, рассказывали про то, что если есть выпадающий список, и он смотрит, получается, что если у вас, допустим, будет неполная высота поля, то тогда он пролистывает еще ниже. А если, допустим, попадется в список, и, ну, допустим, уже дошли до конца, там, не знаю, грана, да, а список, на самом деле, вниз еще уходит, но он как бы считывает, что высота поля совпадает. Ну, наверное, такое возможно в теории, то есть, и так, что у нас, как бы, нижний элемент, вот эти там, высота 13, он будет самый нижний, а в целом он попытается еще раз все равно проскролить. То есть, все-таки делается доп. проверка. Да, доп. проверка, то есть, как бы он попробует еще раз проскролить, если элемент, количество элементов не поменялось, то он, соответственно. И еще один вопрос, тоже это все достаточно объемно и интересно, и получается, насколько, сколько времени вообще по идее, по сравнению с другими более привычными какими-то методами разработки автотестов, насколько это поддерживаемо, как бы, удобно, не знаю, быстро в плане отладки и так далее? Да, хороший вопрос. Нюансов, которые вы описали. Хороший вопрос. Не могу сказать, что все прям идеально, то есть, понятно, что это медленнее, чем работать с каким-нибудь селением, особенно, если у вас хороший UI-кит, еще и все айтишнички проставлены, тогда все хорошо. Но, если говорить, проглядюсь в плохой веб, где какие-нибудь динамические классы, то это может быть даже дольше. Все зависит от навыков, от того, насколько приложение уже разработано, то есть, когда у вас уже сформированы вот эти элементы, в чем прелесть? В том, что можно писать тесты фактически, не глядя вообще в инспектор, какие-то внутренние штуки, вы видите поле, вы копируете вот эту штуку и, в принципе, вам этого будет достаточно. То есть, если у вас нормально нарезанные картинки, вы можете использовать либо индексы, либо там, паренты, и в целом вы можете написать полный тест, ну, в смысле, полный тест, вообще не глядя в инспектор, просто глядя в приложение. Это из плюсов. Отладка чуть сложнее, да, потому что у нас, если в том же сирене мы говорили о том, что элемент не нашелся, мы там пошли, посмотрели на айтишник, айтишник не тот, здесь все понятно. Здесь ситуация, конечно, немножко другая. Элемент не нашелся, нашелся там другой, с чуть меньшим коэффициентом, переставили коэффициент, у нас поехали индексы. То есть, здесь нужен некий навык того, как это отлаживать и как понимать, что произошло, то есть, как бы, что можно улучшить. Это требует навыка, но, в принципе, по нашим ощущениям, там производительность, ну, может быть, в полтора раза ниже, чем для стандартных меб-тестов. Что-то для десктопа мы считаем неплохим результатом. Спасибо. У меня вопрос. Фадеев Павел, спасибо за доклад. Компания ABS. Интересно, есть ли интеграция в CICD? Сколько вас, например, занимает и вообще, как у вас реализована запуск? То есть, это параллельный запуск у вас есть, или распределенный запуск, и сколько вообще ресурсов занимает один такой прогон, как по времени, так и CPU, ура. Спасибо за вопрос. Так, по поводу, значит, ресурсов и так далее. Ну, про параллельный запуск сразу хочется, да, пожаловаться, потому что, конечно, никакого параллельного запуска нет. Мы работаем с вьюпортом, вьюпорт у винды один. Если мы не говорим про терминальный сервер, соответственно, раз один вьюпорт, один тест в один поток. Расправили мне только через количество агентов. Как я уже сказал, про линухи, про контейнеры. Будем посмотреть. Пока что такого еще нет с прикручиванием внешних вьюпортов. Вот. Что касается сроков. Ну, на самом деле, по производительности тесты идут достаточно шустро. То есть, там, как я уже сказал, у нас порядка 150 тестов у команд, но там, наверное, у одной тестов 70, у других получается чуть поменьше. Их хватает там за 3 часа точно все проходят. Вот. По ресурсам я честно не скажу, поскольку агенты не наши, но, если я правильно помню, там порядка типа 16 гигов на агент и, соответственно, 4 ядра, что-то стандартное. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я хотел спросить, вот вы показывали, там кусочек loadrunner был, то есть, у вас, может быть, это еще может замерять время отклика, чтобы делать тесты производительности? Это первый вопрос. Нет, нет, нет. Это просто был пример, да. То есть, время отклика не меряем, получается, да? А? Нет, нет, время отклика не меряется. А второй, ну, по идее, это можно замерять, когда кнопка сработала, там, или что-нибудь, какой-нибудь отчет откликнулся. И второй вопрос хотел спросить, как вы делаете это отчетом? То есть, если прошло, там 150 кейсов проверилось, есть какое-то формирование в отчетах в PDF-ку или в чем-то интегрируется, может быть, какой-нибудь Allure там? У нас Allure, я же показывал, как раз-таки отчеты Allure-овские секунды. Ага, спасибо. Но отчет у нас генерируется за счет, по сути, средств фрейворка, то есть, каждый шаг у нас записывается в виде, там, нажать на кнопку ввести текст и так далее. Соответственно, в Allure попадает это плюс, то есть, что попадает на самом деле от Secule в отчет только отчета об ошибке. То есть, скриншот плюс описание сектрейс и как раз-таки коэффициент подобия для ближайших элементов. То есть, что произошло? Ну, либо какие-то более сложные ошибки. То есть, бывает такое, что, опять-таки, что, где текст не сошелся, функциональные ошибки. То есть, это то, что, опять-таки, нам поможет Secule, и мы узнаем, что же оно не так распознало. Ну, отчеты, в первую очередь, построены именно на Geekker-шалях. Теперь, да, спасибо за доклад. Меня зовут Артем. Вопрос про множественное количество элементов на странице. Одна из проблем, которые вы изначально описывали. Есть, например, таблица, у нее есть какие-то записи, записей может быть много. И с кнопками, с элементами одиночными, ну, или там, их несколько на странице, все понятно. И как, насколько стабильнее работает множественное распознавание элементов, потому что их там 10, а он может посчитать 9, потому что это нейронка. Сталкиваетесь с этим? Честно говоря, нет, именно потому, что мы практически не используем нейронную составляющую. То есть, мы стараемся уменьшить коэффициент подобия до того, что на самом деле просто дойти там фиксированное изображение. Мы сбрасываем там коэффициенты чуть ниже, если есть либо особенности там, каких-то текстов, ну, вернее, цветов, то есть, самая частая проблема это именно то, что при скрине бывает такое, что искажается цвет или что на разных, условно говоря, темах немножко плывет цвет. То есть, здесь практически нет нейронной составляющей, и вот тут такой момент, да, мы тоже ожидали, что, условно говоря, там 10 раз запустил, у тебя будет там 5 раз одно количество элементов, другое раз другое. У нас такого нет, то есть, мы ни разу не сталкивались с тем, что что-то в один запуск нашлось, в другой не нашлось при одних и тех же исходных данных. То есть, запуски абсолютно стабильны. При этом таблицы… И при этом таблицы нормально распространяются именно потому, что, то есть, как вообще идет работа с таблицей, давай чуть подробнее расскажем. Сначала находятся таблицы по углам, то есть, мы находим верхний-левый угол, находим нижний-правый. Нижний-правый – это беда, потому что, на самом деле, верхний-левый – такая же беда, что у тебя может быть там наверху какой-то хедер, и, ну, то есть, как бы граница нормальная, а может быть, что мы прокрутили вниз, и у тебя там сверху уже нету верхней планки, а у тебя там просто кусок. Соответственно, то есть, это то, что нужно учитывать в углах, поэтому так много паттернов как раз. Значит, теперь по поводу ячеек. То есть, мы сначала нашли регион нашей таблицы, теперь внутри него мы ищем, как бы, опять-таки, вот каждый, вот там, из cell find by, то есть, мы ищем набор вот этих вариантов ячеек, то есть, здесь как раз-таки там выделенная, невыделенная, зафокушенная и так далее. Соответственно, нашли все ячейки, и потом уже с ними работаем. Плюс, на самом деле, там еще внутри идет разбиение на ряды, то есть, на самом деле, он сначала находит ячейки как бы левые, правые, и потом собирает ряд и разбивает это петки на ячейки. То есть, это все каждый маленький отдельный элемент. Да, это все каждый маленький элемент, то есть, это то, что мы заложили во фрейм, но при этом, то есть, вот снаружи, для пользователя конечного, оно никак не фонит, и он работает только вот с этим. Спасибо за ответ. Спасибо. Спасибо большое за выступление.